Друзья, тысячу лет не виделись. Значит, куча работы, куча работы, одно и то же снимать неинтересно, надоело. С тачкой. С тачкой больше интересного. Значит, сегодня мы с вами начнем промывать систему масляную. Она у нас, наверное, в два этапа, наверное, а может в три. Но первый этап у нас все есть, как бы через... Сейчас все расскажу. Для начала, смотрите, что у нас. У нас появился пионер, нам подарили. То есть теперь у нас с новой колоночки весело ездить, очень круто. Появилась крышка бака. Наконец-то, так как мы ездим по бесплатке частенько, очень часто. Крышку бака, короче, взяли с ключиком. Цена вопроса 200 рублей. За Тверью на М10. Магазик прям в сторону Питера. Там буквально 20 километров по левой стороне придорожное кафе, комплекс какой-то. Короче, вот так модненько выглядит. Блестяще. Ну, все грязное, еще и не мыли. Только приехал я с Москвы. И снова поеду, блин. Ну, так и не в Москву. Чига, откручивание. Ключик, ну, короче, вообще огненная за 200 рублей. И не протекает, главное. Полный бак наливаешь под завязочку, там протекало, это нет. Ладно, далее. Оп, а так. Все, чики-пуки. Ах, испачкался. Короче, все, я вам покажу, чем мы будем мыть. Намыть, как и обещал. Будем не просто промывкой. Короче, сейчас старое масло. Вот он горячий. Я так прям только приехал. Да? Да. Мы зальем специальное средство. Это не присадки, ничего. Американская фирма BG. Она, по-моему, она 109-ая называется. Значит, я вам покажу. Баночку. И номер ее. Так она выглядит. Вот ее номер, вот так забиваете. BG и вот этот номер. Там она идет просто 109. Это для грузовиков. Для большей объема, ну, многое масло. Очень крутая вещь на Фотоне уже испытано. А потом капиталили его как раз. Двигатель был очень чистый. Но капиталили не за присадки. Короче, она моет прям идеально. Видите, у нее написано. Она без перевода, по-моему. А, нет, смотрите, это с переводом. Маленькая без перевода есть. А, тут просто став. Короче, 45 минут на 1200 оборотов двигатель надо держать. То есть вот этой баночки на 15 литров масла. Все, 45 минут. Сейчас заливаем, заводим, ставим 1000 оборотов. Там написано 1200. Ну, значит, куда 1000. Ну, ладно, 1200 поставим. Будет она нас калмотить. Потом, далее, господа. Я не помню, какая-то полторашка, наверное. Может, вот эта штука. У нас друг занимается вот такой фигней. Если надо, он там подсобит вам. Напишите в комментах, я скину, если что. Информейшн, там, почту какую-нибудь. Ладно, это не к сути. Сами найдете. Взяли мы масло временное. Мобил 1. Ну, это, который деловак. Самый дешевый MX Extra. То есть, самый дешевый. Ну, не прямо сейчас сам. Короче, из линейки 1040 полусинтетики. Это самое дешевое масло. 4200 рублей. Не знаю, как. Подделка. Это не подделка. Что-то звоню официалам. Трубку не берут. Выходной, говорят. Не знаю, должно вот с этой стороны. Вот эта вторая страничка будет. Она здесь-то. Она хорошая. Есть, видите, мануальчик. Все четенько. Ну, как, четенько тут ничего не написано. Но я думаю, что это лютая-лютая подделка. Но нам надо... Короче, смысл какой? Льем это, потом льем масло и едем. 2-3 тысячи проедем. Это как раз у нас 2-3 рейса. Туда-сюда. Дальше что? Мы заливаем... А, сливаем старое масло. Заливаем Tatec промывку. И льем уже оригинал Shell. Потому что реально очень много подделок. Мобила. Невозможно купить Мобила оригинальный. Я не знаю, как, например. Мобил какая-то странная фирма. Прям идиоты. Не хотят ничего. Так, взяли мы фильтр. Сразу же взяли еще топливные фильтры. Фильтрон на 3 тысячи 250 рублей. Пойдет вообще. Он в комплекте с резиночкой. Там совсем с колечками. У меня длинный стоит. Есть короткие. Ну, разные модификации двигателя. Тянь, тянь, тянь. Резиночки. Это для пробки сливной. Это значит топливный фильтр. Это второй топливный фильтр, который колба. 150. 150. Вот. 150 колба. 150 топливный фильтр. 250 масля. То есть цены вообще, я скажу, гуманные. Дешевле, чем на... Ну, фотона понятно, что в 3 раза. Дешевле, чем на Ивеку. В 5 раз. На Жигули, наверное, так стоит. Вот этот ТО называется. Ну и плюс масло. Масло, кстати, если кому надо. Если я... Ну, мы сейчас выясним, что это реальная подделка. Хотя я считаю, что это подделка. Но вдруг нет. Мы же не специалисты. Мы дозвонимся. Если кому надо, масло по 4200. Что, двадцаточка? Вроде ездит. Как я думаю, что там залитое что-то обычное. Какой-нибудь Лукойл или Газпром. Дешманский. В лучшем случае. Но посмотрим. Если что-то я замечу, давление там или что-то упадет. Сольем завтра же. И завтра же пойдем оригинал купим. Закончится наша промывка завтра. Все, пошли. Сейчас заливать. На оборотах, на холостых. Потом заглушил. Поставим, потом снова. Сейчас отключим вот этот болтик. Сливаем с фильтра. Попадет он? Попадет. И... Когда мы открутим фильтр, надо сильно не испачкаться. Сейчас. Масса становится, во-первых, жидкая. Не только от нагрева, но и имеет специфический запах после этой штуки. Обязательно протрем, помоем болтик. Все. Сейчас будем мучиться, господа. Я забыл с собой вот этот шестигранник. Блин, а этот слизывается. Буду сейчас что-то мыслить. Ладно. Расскажу. Мучений. Короче, вот таким способом я открутил. Вот такой ключ. Разводной. Ну, как хотите его называть. Труба. И только так. Потому что он так прикипел. Я, видать, перетянул. Я же не знал. На фотоне надо было тянуть, потому что все протекает. Так, оттуда все стекло я убрал. Еле открутил, короче. Уже начал точить тут. Смотрите, вот такие штуки. Такие, такие. Короче, жесть. Все. Теперь мы подтягиваем эту шигню. Эс. Канистрочку дальше. Так как у нас масла там вообще, наверное, нет. Потому что мы проехали на нем тысяч очень много. Очень, блин. По 30, наверное. Ну, я так думаю. Фиг знает. Что у меня такое впечатление. Я, короче, не заморачиваюсь. Сейчас вот так скинем. Потом пойдем переливать. Эта гайка отсюда не выпадет. И все равно, видите, испачкает. С канистры пойдем переливать, когда уже. Вытащим болт. Все. Оно, во-первых, жиденькое. Во-вторых, оно там в составе, видать, растворители какие-то есть. Очень хорошо чистит. Ну и все, в принципе, что? Сейчас оно сливается. А мы пошли пить чай. Сняли колечко. Тянуть больше так не буду. Оно в комплекте идет новое. Снимаем. Протираем. Это магнит. Что у нас? Колба с фильтром. Смотрим сразу фильтр. Кстати, фильтр вообще классный, жесткий. Опа-на! А я взял длинный. Ёшкин-матрёшкин. Ёшкин-матрёшкин. Я длинный фильтр взял. Что, не тот, блядь? Да. Походу, фильтр завтра поедет. Меняться. Я этот поставлю в этот. Вернусь, поменяю. Так что это. Все, моем колбу. Собираюсь обратно, заливаемся. Смотрите. Про фильтр. Ну, то, что мы говорили. Типа, поставлю старый. Нифига не поставлю старый. Помыл. Все. Выемал. Снимаем обязательно резиночку. Кольцо. Это, как я говорил, новое. Вот. Фильтр золотой встал. Из-за моей тупости. То, что я думал. Смотрите. Две модификации двигателя есть. То есть, такой же. Триста шестьдесят шестой мотор. Шесть цилиндров. Рядное. Но их две модификации. Там циферки есть в конце. У одних стоит длинный фильтр. У одних стоит короткий фильтр. Видите? Триста шестьдесят шестой мотор. Оригинал. Я купил вот длинный. А корпус у меня короткий. А есть они с длинным корпусом просто. И все. Вот отличие. То есть, модификация для чего-то. То есть, видать, для увеличенного ресурса, наверное, масла. Хрен его знает. Вот пришлось ехать. Вот этот двести пятьдесят купил, да? Не торопясь. А этот четыреста пятьдесят. Мерседей сидела. Внутри мана, как вы знаете, Фитгуард находится. МАН-упаковщик. Точно такой же фильтр. Все с такими же этими. Колечки вот уплотнительные. Два кольца. Не забывайте менять вот это кольцо сливное. Если откручивали. То есть, я его сейчас раскручу. Поставлю новое колечко. Все. Что? Уже, блин, нам утром грузиться. Завтра будем продолжать что-то возиться. Съездим рейс тут недалеко. Старый фильтр. Обязательно я вам говорил, да? Смотрим на наличие. А, или не говорил. Раздвигаем. Включаем вспышку. И смотрим на наличие пыли. Блестяшек, я бы сказал. Ненаучным языком. Обязательно смотрим. Прям весело. Чем чаще, вам же лучше. Этот. Это показатель состояния двигателя. У нас, тьфу-тьфу-тьфу, стружки пока нет. Хотя пробег на масле очень большой. Сколько я на Питер ездил, и масло мы один раз все поменяли. Представляете, какой там? На Питер мы уже месяц ездим. Два-три раза в неделю. То есть, там пробег, наверное, к тридцатке на этом масле. Сейчас посмотрим, может давление изменится, хотя датчик показывает погоду. Но главное, что-то показывает. Все. Сейчас я буду убирать уже тут, то, что, видите, нагадил. Эта промывка у меня растеклась. Наша биджишка. Немножечко. Такое пятно-то воняет на всю стоянку. Жесть. Все. Сейчас, значит, что, собираю фильтр. Все закручиваю. И надо отдыхать. Завтра уже съезжу и будем заниматься дальше. Салон мыть там. Крышка в спальнике у меня отодралась. Короче, я вам дальше покажу. Завтра уже. Наверное. В принципе, что я... А! С вами у нас завтра предстоит замена топливных фильтров. Можно и сегодня поменять, но время уже 9 часов. Вставать мне в 5. Так что перенесем это на завтра. И соберу я, наверное, это все в одно видео. И завтра уже вам кидано хорошо. Так что до завтра. Взять и закончить до видео. Объем масла вам подскажу. Короче, делаем проще. Берем 5-литровую бутылочку. С двадцатки переливаем в пятерку полную. Остальное выливаем туда. Это уровень. Там есть что дольять. Все просто. Продолжаем второй день. Значит, сегодня что? Меняем топливный вот этот. Но мы его меняли уже с вами, когда купили. И вот там фильтр стоит. Вот он. Мы меняем колбу. Не с помпой. Помпу оставляем старую. Что смысл? Короче, пара номера. Вот. Если кому надо. Да, одинаковые все. Чистая помпочка. Там тоже два вида. Их, короче, идет. Есть стеклянные, есть пластиковые. Но у нас вроде сказали стеклянные. Не знаю. Сейчас посмотрим. Будем снимать. Снимается элементарно. Я уже показывал. Так же, как... Вот этот вот болтик. Головка не подлазит, потому что мешает кронштейн. Чтобы кронштейн нам не снимать. А болты у всех, наверное, разные. Что, фиг открутишь? О, нет, смотрите. Еще тонки пошел. Отлично. Сейчас мы подстелили там. Так. Сейчас солярки чуть-чуть прольем, чтобы протереть всю колбочку. Чтобы там грязь не попала, когда мы начнем лазить. У нас тут, видите, сопли какие-то на что-то. Висит этот, фишечка. Когда-нибудь мы найдем, на что она. А, Леха сказал, что это на АБС. Когда здесь был АБС. То есть тут от АБСа все есть. Но чего-то, что-то, видать, не работает. Почему отключили? Неспроста же. Что? Блин, вот что протирал вчера, видите, течет, походу, с клапанной крышки. С резинок. Вот тут резиночки стоят тоже уплотнительно. Копейки стоят, все делается. Посмотрел вчера родной. Ну, это КамАЗовская свеча накала. Типа сломанная. Посмотрел родную, кстати, что-то не посмотрел цену. Ну, все, сейчас что, открутим эту. Солярчик потечет. Все измажемся. И будем смотреть, что у нас с фильтром. Покажу фильтр. Сколько? Ну, больше двадцатки. Вот 20 до 30 тысяч прошли бы. Что на масле, что на фильтрах. Вот с вами тогда что-то его делали. Есть видос там. Пошли откручивать? Сняли. Ну, это все легко, понятно. Помыл я эти помпочку сверху, чтобы сейчас не узнать, чем откручивать. Первый раз, кстати, с вами будем откручивать. Я ни разу не откручивал. Смотрите, что с фильтром. Он опять черный. Как и был. Не знаю почему. Хотя это вроде Газпром. Там Роснефть. Все подряд заправки. Чернющие. Фиг знает. Лезем, короче. О, блин, нифига не видно. Сань, нету фонарика? Сейчас включим. И вот так мы видим, наблюдаем. Смотрите, течет с ТНВД. То есть, я, если честно, с механическим ТНВД не сильно сталкивался. Это с соляркой мы уже полили. Сейчас. Сейчас можешь протру. Сейчас с соляркой полю с фильтра. Так вроде кружечка наша не течет. А, или течет. Или это со стенки задней течет. Я ее не стал тянуть в этот раз. Но это мы сейчас проверим с вами. Делов-то фигня. Фильтр у нас не течет. Ну, блин, все в масле, да? Представляете, сколько еще работы? Снимать и снимать. Да. Ну, вот, короче, фильтр. Колбочка наша. Сейчас мы как-то ее будем снимать. Снимать мы будем при помощи. Ай! Вон сюда. Вот такого инструмента. Я думаю, это лучше этих плоскогубцев. Так, все, мне неудобно. Сейчас попробую. Там легко, короче, вообще фигня откручивать. Смотрите, песочек у нас тут. То есть она что-то, она собирает. Колбочка. Продавали бы? А, есть сетка прям отдельно продается. Еще дешевле. Там вообще песка здраво прям. Так, что она работает. Можно чисто сетку. Вообще их промывают. Ну, блин, 100 рублей стоит. Ладно, ставим вот эту резинку. Не забываем менять. Там она стоит. Все чистенько поставим. Вообще поедет. Восточка опять не подошло. Вот новый стакан. А вот старый. Новый. Длиннее. У него тут выпуклость. А тут наоборот вмятинка. Старая сеточка, новая сеточка. Сеточка подошла. Сеточку поменяем. Стакан старый поставим. Его помыл внутри. Так вот, буквально. Это про запасы ставим. Вдруг. То есть при желании можно натянуть. Ну и резиночку поменяли. Жесть. Не влазит. Вот эта вот фигня. То есть на нее сначала надо поставить. И потому, чтобы она притянулась. Представляете? Вот так вот. Запчасти могут покупать. Что-то. Все, резиночка стоит все. Старую. Протертую. Там, короче, надо было ее изогнуть немного. Ладно, что сейчас? Фильтрик наш. Блин, соляркой может помыть что-нибудь? У меня грязи сюда будет на стоянке. Всю ставим. Солярку сольем в кайну строчку. Руки у нас огонь. Ну и вот. Опять такая же разница, как и была. Ой-ой-ой. Косой. Красенькая пола. Это старый, тогда. То есть там резиночка стоит. А нет. А нет, потому что она... А ничего, резинки нет? А, вау-а, прижалась. Там внутри. Короче, снимаем резиночку. Ставим новую. И вот, ребят, завелись мы. Абах. Все, огонь. Все, сейчас смоемся. Хочу я поднять сильно низко. Низко стоит машина. Думаю, что низко. Хотя, подушки вроде нормально стоят. Еще думал приподнять чуть-чуть, что он выше был. Ну, жопа. Ну, это ладно. Не буду сейчас делать. Еще сломаю что-нибудь. Ладно, все, что. Я мыться. Тачку мыть и отдыхать. Давайте завтра запишу что-нибудь еще побольше. Включусь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok